Добрый вечер. Добрый вечер, Араам Кахраманян. Я весь во внимании, слушаю вас. Как дела у вас? Спасибо, нормально, все хорошо. Чуть погромче, да, брат, тебя не слышно? Да, 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 говорю, все хорошо, все нормально, живем, живы, здоровы. Не жалуемся. Хорошо. Я про один вопрос тебе хотел сегодня с тобой поразговаривать чуть-чуть. Да, да, пожалуйста, я слушаю. Вот смотри, ты сегодня разговаривал по расчету нашего Нурайра. Да, да, да. Нурайра Мерзояна. Да, да, да. Вот, который пил гранату на сторону Шухи, где стояли миротворцы российские и стояли ваши солдаты. То есть вы признаете, что он бросил гранату туда, где стояли и наши, и российские миротворцы, правильно? Туда просто. Ну, не рядом друг с другом. Там было довольно нормальное расстояние друг от друга, как и от него. Вы как человек военный, наверное, знаете, да, какой радиус взрыва гранаты примерно? Ну, я, честно говоря, не военный, я гражданский. У вас же фотографии есть в военной форме. Вы же воевали во 2-й Карабахской, разве нет? Да, я воевал. Я и в 16-м году воевал. То есть вы в 16-м воевали и в 20-м, но вы человек не военный, правильно? Нет, я не военный. Хорошо, я вас... Я добровольный. А, понятно. Военным я уже был. А, окей. То есть я вам объясню, примерный радиус взрыва этой гранаты 15 метров. Я думаю, что в 15-ти метрах, в принципе, были и российские военнослужащие, и азербайджанские. Мне так кажется. Может быть, я ошибаюсь, но вы, наверное, видели, да, эти видеокадры. Мне кажется... Ну да, я все видел. Я не говорю, что они стояли там очень далеко, что эти осколки от песков или от маленьких этих камней в ихнюю штору не попали или что там не будет. Да, а теперь скажите мне. Вот вы как человек, который служили в армии, который в 16-м году воевали, в 20-м воевали, правильно? Вы сейчас в Армении живете, правильно? Нет, я сейчас живу в Арцахе. В Степанакерте. В городе Степанакерте. А вы живете в Ханкянде. Я просто юридически не знаю, где написано слово Арцах и Степанакерте. Может быть, вы мне пришлете какие-то бумаги, где хоть на одной мировой карте написано. Ну, я, брат, смотри, смотри, брат, я много, можно сказать, недолго, но иногда бывает, что бываю свободным. Я всегда смотрел за твоими этими видеороликами. Так что я сейчас не буду ни с чем спорить, ни... Это как сказать? Не воевать с тобой. Я понимаю, я понимаю. Смотри, для меня был он Арцахом и останется Арцахом. Вот для тебя он Ханкянди. Все, пусть для тебя останется он Ханкянди. А теперь скажи мне, если он для тебя был и есть, и, как ты говоришь, останется Арцахом, почему ты там не можешь сесть на самолет и взлететь и улететь куда-то, как во всех нормальных государствах мира? Когда у тебя есть государство, ты можешь сесть на самолет, сесть на поезд. Почему ты не можешь пользоваться самолетами и улететь из своего Арцаха по Арцавскому небу куда-нибудь. А куда? Вот скажи мне, куда? Мне? Вот смотри, я по твоим роликам. Краснодар. Ябра, смотри. Краснодар. Я по твоим роликам видел, ты где был там, туда-сюда, я тоже в многих местах был. Я родился в Казахстане. Я понимаю тебя, я тебе задаю конкретный вопрос. Я родился там, я приехал. В Казахстане небо есть, правильно? Самолеты же летят в Казахстане, правильно? Да, летят. Почему у вас у Арцаха, как ты говоришь, нету воздушных путей? Почему у вас нету самолетов, которые могут летать гражданские? Почему нет аэропорта, который работает? Вот пришел в Арцахский, как ты говоришь, аэропорт, сел на самолет и полетел в Краснодар. Почему там этого нет? Я не знаю сейчас, почему нету. Я тебе объясню. Нет, ну смотри, ты сейчас своими вопросами задаваешь. Это не вопрос. Я тебе просто хочу объяснить, что юридически ты живешь в Азербайджане, над тобой небо Азербайджана, под тобой земля Азербайджана, и террористический акт был совершен на территории Азербайджана. Это юридически, чтобы ты понимал. То есть ты живешь в Азербайджане. Я сейчас с тобой не по-юридически разговариваю. Я с тобой, как ты вот, я вот знаю, тебе 40 с чем-то лет, если не ошибаюсь. Плюс-минус. Плюс-минус, да. Ну, плюс-минус. Мне 31 год. Ты старше меня на 10 лет. Да. 10 с чем-то. Да. Я сейчас с тобой не буду говорить ни по-юридически, ни по-не знаю там что. Я простой парень из Арцаха. Я буду с тобой разговаривать. Ты чистокровный, как ты говоришь, арцахский армянин. Правильно? Так? Да. Поэтому я из Казахстана. Я понял. Почему у тебя турецкая фамилия Кахраманям? Почему у тебя фамилия слово Кахраманям? Ну вот смотри, я хотел, честно говоря, с начала эфира обратиться этим. Смотри, я сейчас не буду. Вот я этот вопрос могу задать тебе. Вот почему твоя фамилия похожа на армянское? Моя фамилия Курдская. Немножко курды древний народ, если ты слышал. Я всегда говорю... Вот смотри, вот немножко Курдская. У тебя немножко турецкая. Ты признаешь, что у тебя турецкая фамилия? Я же признаю, что у меня... Нет, потому что я ни разу не писал мою фамилию, а кто создал твою фамилию? Кто придумал твою фамилию Кахраманям? У меня есть фамилия. Она ко мне пришла из предков и так и осталась. А вот предки, предки, дедушек, бабушек... У меня все армяне. То есть вы все армяне, но фамилия у вас Кахраманям. То есть Кахраман – это на азербайджанском «герой». То есть получается, вы предки турков с фамилией «герой». То есть у вас фамилия Кахраманям. Кахраман – это герой, понимаешь? Понимаешь? Я не буду мою фамилию переводить на российский. У нас высшая честь – это быть Мели Кахраман. Герой Азербайджана. Кахраман – это герой. У тебя фамилия Кахраманян. Вот это очень странно, что ты древний, у тебя история... Ну смотри, для тебя Кахраманян. Для меня Кахраманян. Оно было и так и останется. А то, что переводов... Я сейчас не буду с тобой там спорить. Я по твоих роликах вот вижу, ты любишь спорить там про имя. Я тебя слушаю. Возвращаемся. Возвращаемся. Я сейчас не про то. Если мы будем спорить, знаешь, сколько випейек. Возвращаемся к теме Нурайра. Нурайр. Так, к теме Нурайра. Вот смотри, ты сегодня говоришь правильно, Лопин сделал или нет. Я задал вопрос всем вам. Я открыл эфир, чтобы вы все отвечали. Я не говорю, ты задал армянам или своим азербайджанцам. Ты в эфире задал этот вопрос. Да. Вот смотри, мне интересно твое мнение. Да. Вот смотри, если бы, я не знаю, наверное, все, как и мы, вот в каждом, вот в каждой семье, наверное, во время этой войны были потери. Я сейчас не знаю, у тебя ты потерял там друга своего во время этой войны, брата там, родственника, не знаю. Ну, почти в каждой семье было. И со стороны армян, и со стороны азербайджана. Да, да, слушаю, слушаю, слушаю. Вот сейчас вот смотри, вот ты на его место. Вот этот, был этот, который убили нашего 22 года ему, молодого. Фамилию вашего, можно? Вашего, которого убили, имя, фамилию. Давай. Сейчас. Давай. Имя, фамилию того, которого, как ты говоришь, убили. Имя, фамилия. Айнур, имя, фамилия, можешь сказать его? Сейчас, сейчас нам. Я сейчас. Сейчас редактор даст, мы сейчас. Давай. Давай, имя, фамилия того, которого убили. Ну, как ты говоришь? Вот, сейчас я не могу вспомнить. Ничего, сейчас мы вспомним. Ты же, вы же все говорите. Сейчас мы вспомним имя того, которого, как ты говоришь, убили. Имя, фамилию. Давай. Вот смотри, это было примерно 8 ноября. Окей, это было 8 ноября. Имя, фамилию хочу знать. Да, ты же говоришь, это было, правильно. Вот теперь имя, фамилию назови, и мы пойдем дальше. Чтобы мы понимали. Ну, вот сейчас я вот забыл, не могу тебе сказать имя, фамилию. Ну, то, что этого не было, все знают, что это было. Ты сейчас будешь клонить к тому, что этот самый Нурайер Мирзоян, его брат, правильно? Так? Ну, смотри, брат, я не могу 100% тебе сказать, он родной брат. Ситуация уже проясняется. Ну, смотри. Вчера, позавчера все кричали, что это его родной брат. Сегодня, когда стало абсолютно известно имя того человека, который там типа варил трубы, все уже говорят, что это не брат. Давай определимся сначала, это его брат, родственник, или он просто пошел против брата. Вот я тебе говорю, я сейчас тебе не смогу, я не хочу тебя, этот, как сказать, обманывать. Я, честно говоря, не знаю, он его брат или не брат. Я сейчас не буду говорить, родной брат, двоюродный брат, или какой он брат, или вообще он, может быть, и не брат, а родственник его. Вот сейчас я тебе задаю вопрос. Вот ты с его стороны, вот если бы твоего родственника убили бы, если они в это время, когда они паили трубу, через эту трубу шла питьевая вода для российских миротворцев. Я сейчас не буду говорить именно 8, почему именно 8 ноября, ни 6, ни 7, ни 5. Дурба это такая вещь, что она в любой сезон, в любое время может ломаться. Особенно в тот день, когда Ильхам Алиев едет в город Шуша, и министр вооружащих Турции именно в этот день делают трубу. Смотри, у нас там, я вот каждый день по этой дороге проезжаю. Я понял тебя. Давай, знаешь как, если все-таки ваш президент или премьер-министр когда-нибудь в жизни приедет, Хан Кянди, ты называешься Типанакертом, да? Как его зовут? Никол Бавач Пашиня. Давай мы тоже в этот день будем делать трубу. Вот прямо на дороге мы будем делать... Делаем. Делаем, хорошо. Только мы ее доделаем, ты понимаешь? Вы не доделали, мы доделаем трубу. Вы, говорю, не доделали трубу, мы доделаем. Я сейчас не буду говорить, что мы делали, что вы делаете. Я тебе вопрос задал. Давай, прошу тебя, не будем с одного вопроса перескакивать на другой вопрос. Вот если бы ты был вместо него. Да. Вот не считаем его братом. Смотри, считаем родственником. Тебя Арам зовут, правильно? Тебя Арам зовут. Меня зовут. Арам, зачем я? Вот ты на место него. Он все равно не его брат. Ну ладно, я на место него. То есть завтра ты тоже можешь подойти бросить гранату, правильно? В русских миротворцах. То есть ты завтра тоже... Нет, не в русских миротворцах. В русских миротворцах мне ничего не сделали. То есть ты завтра готов тоже подойти бросить гранату, правильно? Если пойдет на то, я и сейчас могу. Хорошо, ты живешь в Ханкенде, правильно? Не, в Арцахе. Для тебя Ханкенде. Хорошо, хорошо, хорошо. Ты готов подойти и бросить гранату, правильно? Если надо будет. Окей, скажи это, я готов подойти и бросить гранату? Я готов, если надо будет. Надо было кому? Надо кому? Он бросил, потому что надо? Кому надо было, что он бросил? Смотри, я тебе про этот ответ не хочу сказать. Сначала мы сделаем с тобой селфи, чтобы мы тебя зафиксировали. Улыбнись. Все, нормально. Продолжаем. Вот смотри, если бы ты был или вот я был. Я тебе просто не советую. Реально. Просто живи в мире. Честно, не советую. Принимаю твой совет. Для меня это то, что если надо будет, я на все могу. Ты понимаешь, да? Я сейчас... Ты понимаешь, на что я могу? Просто я тебе просто не советую. Я тебя не знаю. Я тебя не знаю. Я не знаю, на что ты... Занимайся семьей, детьми. Я так занимаюсь. Все, не думай о том, что ты подойдешь и что-то бросишь ради своей семьи. Живи. Просто я тебе говорю, не думай об этом. Ты уже улыбнулся, ты уже везде. Твое лицо, фотография, имя, фамилия, адрес, рост, сколько у тебя луковиц в голове, волос. Все это уже есть. Просто не надо. Просто живи. Я ничего не боюсь, что есть. Я не хочу, чтобы ты боялся. Я хочу, чтобы ты занимался своими делами. Нет, ну просто ты так мне говоришь, что ты вот сейчас вот все вижу, все там знают о тебе, ну и что? Вот я, Кямра Размавар, да? И ты Арам Кахраманян. Ты сейчас... Да, Кахраманян, Каграманян. Ты говоришь, что ты готов там, если что, прийти там что-то бросить. Я подходить и что-то бросать не буду. Для этого есть вооруженные силы Азербайджана. Я тебе не говорю, вот я сейчас вот поеду и туда что-нибудь брошу. Я тебе честно скажу, если ты даже там, где живешь, что-то бросишь, понимаешь? Ты живешь в Ханки-Анди, ты это тоже бросишь в Азербайджане. Вот если у тебя из рук упадет бокал армянского коньяка, он упадет тоже на азербайджанскую землю. Имя дать для того. Кто это для тебя? Трубопровод кто чинил? Трубопровод имя. Тот, который трубу чинил, его фамилия была Еремян Мартик. Да, у них другая фамилия. Я это не буду говорить. Мураер Мирзоян. Я тебе говорю. То есть они уже не братья, правильно, как выяснять? То есть уже не братья. А, как? Почему? Вот смотри, твоя фамилия. Ты носишь фамилию кого? Отца или матери? Одну фотографию можешь показать общую вот этих вот братьев, троюродных, двоюродных, сводных. Есть у них фотографии какие-то? Или они такие братья, что по один трубу чинит, другой с гранатой ходит? Если у тебя брат, извините, ходит с гранатой, то что ждать от того, кто чинит трубу? Вот представь, ты ходишь с гранатой, а твой брат чинит трубу. Он такой же ходячий с гранатой, только с ключом, да, понимаешь, или паяльным аппаратом. Брат, смотри. Я тебя понял, смотри. Вот ты вот сейчас носишь фамилию... Ага. Размувар. Размувар, да. Размувар. Окей, ты хочешь сейчас сказать, что они могут быть сводные братья, правильно? Тогда покажи мне их. Двоюродные братья. Двоюродные братья. Смотри, я сейчас... Нет, я сейчас не буду ни фотографии показывать, потому что я тебе... Смотри, нет, ты не перебивай, смотри. Ты не перебивай. Я тебе не буду говорить, а я тебе сказал, что я не буду спорить. Они там двоюродные братья, родные братья, или братья они, или не братья, родственники, или не родственники. Я сейчас не про это тебе говорю. Если он это сделал ради этого, то значит, они или родственники, или что. Я сейчас не буду сто процентов говорить тебе, кто он, с кем, почему они так. А то насчет, что ты говоришь, почему он кинул. Один брат работает сантехником, а другой тот. Другой ездит с гранатой и бросается. Ездит с гранатой, вот смотри, разные братья бывают. Вот у меня многих знакомых есть, они два братья, один у него брат в милиции работает, а один в тюрьме сидел. Все, можно вывод сделать, что они двое или в милиции, или что. Два родные братья, но они разные. Арам, очень много совпадений. Один кидается с гранатой, ездит с гранатой. У него видео везде с оружием. Другой, извини меня, в день, когда едет президент Азербайджана в Шуша, чинит трубу. Очень много совпадений. Если раньше кто-то и думал, что этот трубопроводчик реально может быть действительно отчинен трубу, то сейчас вообще все сомнения пропали. И все прекрасно понимают, что там было не до трубы. Второе. Третье. Вот это твое мнение. Давай оставим это мнение. Ты мне сказал, что ты готов завтра тоже прийти бросить гранату. Да ты это сказал, Федор, я тебя услышал. Вот смотри. Если понадобить, то я много чего смотрю. Я тебя сфотографировал на случай, если ты вдруг решишь понадобиться. Я тебя сфотографировал. Понимаешь? Все. Ты понимаешь? Ты уже в базе. Ты уже в базе. Что было я во время... Я понял, я понял. Все, что надо было. Я сделал во время войны. Я знаю, что ты сделал во время войны. Все понимаю. Я тебе говорю, я тебя понял. Все. Все. Какие проблемы? Все. Ну вот смотри. Если на его месте был ты, вот твоего родственника, вы если его так вот убили, вот что бы ты сделал? Если бы мой родственник... Мне просто интересно твое мнение. Мое чистое честное мнение, скажу, если бы мой родственник... Мы же не дети, чтобы там обманывать или... Хорошо. Если бы мой родственник... Тебе 40 с чем, а мне 30 с чем. Ты мне дашь сказать, я скажу. Ты мне дашь сказать, я тебе не братья. Ты мне дашь сказать. Мы не братья. Мы не друзья. Мы не товарищи. Мы по разной стороны одной земли. Мы по разной стороны одной земли. Ты считаешь ее своей, я и весь мир считает ее моей. Посмотрим, кто победит. Теперь ответ. Теперь ответ. Я, если бы мой брат на чужой земле был бы оккупантом, типа чинил бы трубу, а потом его брат бы бросался бы гранатой, никогда в жизни бы, как третий брат, ничем бы не бросался. Я бы, во-первых, не жил бы на чужой земле, она является юридически не моей. То есть я уже на птичьих правах. Если у меня нет возможности сесть на самолет и улететь, если у меня нет юрисдикции, если у меня нет загранпаспорта именно моей республики, которые весь мир признают, республики, вот как вы говорите, Арцах, с которыми я могу ездить, говорят, я Арцахский, я прилетел в Испанию, в Италию, нет этого, я должен с армянским паспортом ездить, в котором написано, что я родился в михридическом Арцахе, и что? Это Азербайджан. Зачем мне такая страна, на которой у меня нет юридических прав, которую моя родная Армения не признает? Твоя Армения тебя первая предала, тебя кинула твоя Армения, которая не признала Арцах. Это неправда? Скажи мне честно. Зачем мне заступать за брата, я за своего брата, если мой брат оккупант, я никогда в жизни за него не заступлюсь. Для меня главное это закон и право. Это мое официальное мнение. Это мое мнение. Это твое мнение. Основа террора, основа террора это несправедливость. Терроризм это несправедливость. Когда человек берет, бросает гранату, заливает. Да, это то же самое, что сделали в Москве в 70-е годы, а САЛа взорвали метро. Это то же самое, что сделал Монте Мелконьяк. Таксисты бывают террорами, да? Что? Террористами бывают. Таксисты бывают террористами, да? А что, таксисты взорвали метро в Москве? Или он был таксистом? А, бросить гранату. Я не про таксиста в метро. Вот про то, что когда установился Мерседес. Вот ты видел, что на ней есть знак этого. Таксист знак на ней. А это он поставил? А, то есть ты считаешь, что если человек таксист, давай завтра азербайджанская арея тоже оденет на Байрактар знак такси. Тимра, смотри, вот ты его не знаешь. Я не говорю, что я его знаю наизусть. Он живет здесь, у нас, в Арцахе. Я его знаю как-то, и весь город его почти кто вот знает. Да, да, у него сейчас будет очень интересная судьба. Он воевал не в 90-х годах. То есть он таксистник, работает у вас в сфере такси, правильно? А что еще о нем можешь рассказать? Он работает таксистником. Я только это знаю. И означает, что Арцах маленький город, все-все здесь. Ну почти можно сказать 80%. 80%. Все друг друга знают. Он водитель такси, который воевал во Второй Карабахской войне. И тебе сейчас есть вопрос. Его зовут Арам Кахраманян. Добрый вечер, Арам. Добрый вечер. Такой вопрос напрашивается. По одному из пунктов соглашения от 10 ноября 2020 года Армения была обязана вывести всех военных с территории самопровозглашенной республики. И там не должно было оставаться ничего из вооружений. Вот вы пару минут назад сказали, что если надо будет, то вы тоже кидаете репчатку. Откуда у вас находятся боевые припасы и кто их вам поставляет? Кто снабжает вас оружием? У нас всегда было и будет. Будет. В смысле будет? Премьер-министр Армении подписал трехсторонний договор о том, что они должны все вывести. Откуда у вас это все? Ну, откуда? Я сейчас не буду говорить, кто там у себя во дворе закопал или что он сделал. Значит, вы не считаетесь с указом, который подписал ваш премьер-министр? Что? Вы, значит, не считаетесь с указом, который подписал ваш премьер-министр? Нет, я даже, вот когда включаю этот телевизор, я даже вот, видимо, он говорит, я переключаю канал. Спасибо, потрясающе. Спасибо за ответ. Патриотично. Мы все прекрасно понимаем, как нам двигаться дальше. Я тебе хочу еще один задать вопрос. Скажи, вот четыре года закончились. Три года и 356 дней прошли. Миротворческий контракт мы не продлили. Мы, кстати, выдавали мандат миротворца. Мы его подписывали, чтобы ты понимал, не вы. Закончился контракт миротворцев, они уехали. Что будет? Ты будешь воевать с нами? Что будет? Да, да, ты будешь воевать с нами. Сейчас я не могу ответить на твой вопрос, потому что на этот вопрос даже и ты не сможешь ответить. Нет, почему же, что мы не знаем. Мы пришли, встали, миротворцы ушли. Смотри, ты сейчас в Баку, нет, живешь? Да, да, да. Или в России сейчас? Нет, я живу в Азербайджане, везде я живу. В Шуше у меня тоже есть дом. Небольшой, но есть. Вот ты сейчас живешь в Баку, в Азербайджане. Вот ты знаешь, вот у вас сейчас там вечер, нет? Да. Если не ошибаюсь. Да, да. Вот ты знаешь, вот ты вот через час или два часа пойдешь спать? Да. Правильно? Планирую, да. Там через пять часов, ладно, пойдешь спать. Да, да. Вот ты узнаешь, ты завтра вот проснешься или нет? Этого никто не знает. Ты решил в гости приехать? Ну, видишь? Я понимаю, я тебе задаю адекватный вопрос. Ну, видишь, вот ты говоришь, что ты будешь делать? Нет, то есть ты не знаешь пока планы. Я понял, то есть гранату ты готов. Если ты знаешь, молодец, я не знаю. То есть как варианты не знаешь? Я не знаю, я даже не представляю, что через 30 лет я вот в 15 минут восьмого проснусь утром, рано, и выгляжу в окно, смотрю, что еще этот, шуши, поднимается дым. Я вот не представлял. А ты как, как... Ты говоришь через четыре года. А скажи мне, когда... Я не знаю, что... Я понял. А вот какие у тебя были чувства, когда неделю назад там был... Вот тогда вот буддин... А неделю назад какие у тебя чувства были, когда там был салют, например? Что ты чувствовал? Только без сигареты что ты чувствовал? Что я чувствовал? Да, когда был салют неделю назад. Ну, мне не понравилось. А что тебе, цвета не понравились или качество фейерверков? Нет, просто салют. Следующий раз качественнее сделать? Просто спрашиваю. Что? Следующий раз качественнее сделать? Это российская компания большой праздник делает, это салюты. Ты мне скажи, я скажу, добавить фейерверков или убавить? Ну, смотри, ты сейчас твоим этим вопросом хочешь меня задеть? Нет, нет. По твоему вопросу я так понял, что ты смотри, ты сейчас вот издеваешься. Я такой смогу... Я не издеваюсь. Я понял тебя. Ну, твоим вопросом ты так... Нет, ну, почему? По твоей мимике, Камран, по твоей мимике ты говоришь, что тебе не понравилось? Там чуть-чуть мало или чуть-чуть побольше сделать? Да. Скажи, да? Ну, этот вопрос вот для меня, знаешь, как будто бы ты сейчас издеваешься. Я не издеваюсь. Вот по твоему вопросу, по мимике твоего лица. Мне тоже не понравилось, например, ваше хождение. Вы туда ходите, сюда ходите, со флагом ходите. Сжигайте флаг Турции, Израиля и Азербайджана. Мне это тоже не нравится. Спросишь, что ты сейчас скажешь, может быть, шире идет флаг. Я скажу, мне просто это не нравится. И все, можешь так ответить. Ну, сейчас мы живем в 21 веке. Сейчас вот много чего есть, что тебе нравится, чего мне нравится. Я тебя понял, я тебя услышал. Есть такого большого, что тебе не нравится, мне тоже не нравится. Мне тоже не нравится, что мы воевали 30 лет назад. Это то, что видели мы. Наши родители делали все. И твои, и мои, и всех наших. Сделали так, чтобы наши дети, не то, что мы, они это делали, чтобы в 90-х годах. Чтобы мы вот увидели все это, чтобы наши дети тоже этого не пошли. Арам, 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 случилось то, что случилось, да, буквально вчера, да. Вот этот вот Нурайр Мирзоян бросил гранату. Кстати, надо заметить, что у тебя и у него, у вас азербайджанские фамилии. Что у тебя Гях Романян, что у него Мирзоян. Ну, это в сторону. Ну, это для тебя, азербайджанские фамилии. Хорошо, да. Окей, 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 нельзя, нельзя, и Гях Роман пускай окей. Оставим в сторону. Смотри, он бросил гранату. Как ты думаешь, что от этого обрела Армения или вот ваше самообразование неопределенное и никем не признано? Вот что получили вы от того, что он сделал вот этот вот акт провокации? Что вы обрели? Вот это он пришел больше. Если честно, вот для меня это минус. Знаешь почему? Почему? Вот для меня. Да. Чисто для меня это минус, потому что я каждый день, каждый божий день по этой дороге проезжаю. Я еду в Ереван и обратно. А минус почему? Вот из-за этого в любое время... А обыскивать стали больше или что? Почему минус? Что? Обыскивать стали больше, почему минус? Не, не то, что больше. Первое то, что даже после этого будут обыскивать, еще раз будут. Когда это сделали и год назад. Всех обыскивали. Сейчас тоже будет. Будут снова обыскивать. А ты слышал что-нибудь про Зяньгезур сегодня, например? Зяньгезур слышал? Про продвижение Зяньгезури, ничего не слышал? Нет, ничего не слышал, потому что меня уже эти новости... Чего там нет. Чтоб ты понимал... Чтоб ты понимал... Привлекало? Или там что-нибудь... Этот вот водитель такси, Нураер, подставил всех. Русских миротворцев. Народ, который там живет, армянский. Всех подставил. Ну вот смотри, Камрам, для тебя... Смотри, Камрам, для тебя он подставил. Для всего Азербайджана, для каждого азербайджанца... Ты тянешь в мою сторону, смотри, я вот смотри, я тебе сейчас объясню. Ты будешь тянуть правду в свою сторону, я сейчас буду... Прямо сейчас буду тянуть в мою сторону, я не про это. Я про то, что вот тебе говорю. Если бы это было даже с моим родственником, вот я тебе говорю, вот что вот было во время войны, я и родственника это потерял, я и друзей потерял. За это, за вот этого все, кого я потерял во время войны, я через свои силы все, что смог сделать. Скажи мне, ты родился в Казахстане, правильно? Ты родился в Казахстане. Какое отношение Карабах имеет к тебе? Давай. Что? Какое отношение к тебе имеет Карабах, если ты родился в Казахстане? Я армянин. Они предки. Я тебя понял, предки, предки. Кто из твоих предков? Дедушка, бабушка, мама, папа. Кто родился в Карабахе? Почти все. Нет, кто все? Вот ты родился в Казахстане. Мама, папа жили в Казахстане? Нет, они жили в Мартуни. Мартуни, правильно? Мартуни это Ходжавян, правильно? Так, если я не ошибаюсь? Ну, для тебя нет. Ты мне не говоришь, правильно или неправильно. Для тебя будет Ходжавян, для меня это Мартуни. То есть, а почему они уехали в Казахстан? Скажи мне. Что? Почему они уехали в Казахстан в свое время? Они уехали еще в 82-м году. А почему? Причина почему? Из-за работы отца. Из-за работы отца. То есть твои родители родились в Азербайджане. Ты в курсе в Азербайджанской СССР? Ты можешь посмотреть их метрику зеленого цвета. Там написано доумьери, долду, тарих, время, место. Вот у твоего папы и у мамы зеленая метрика. Такая же, как у меня. У меня тоже зеленая. У тебя тоже. Ты родился где? В метрике написано. В Казахстане. В Казахстане. У тебя зеленая. А они родились где? В Арцахе. В Артуни. В метрике что написано? Какой Арцах? В метрике я не знаю, что они. В метрике написано «Азербайджанская СССР». Что такое НКО, знаешь? Нет, не знаю. Нагорно-Карабахская автономная область. Они родились в Нагорно-Карабахской автономной области, которая является неотъемлемой частью, являлась Азербайджаном. Сегодня это просто Карабах, такая же часть, как Гябеля и Нахчеван. Это просто Азербайджан. Я тебе объясняю, твои родители родились в Азербайджане, жили в Азербайджане, вы уехали в Казахстан, они, то есть ты родился там, ты родился в Казахстане, ты приехал в Ханкианды и говоришь, что это Степанакер и собираешься бросить гранату. У тебя логика просто взрывается, честно. Я никогда этого не пойму, но если тебе так хочется жить, тебя это устраивает, живи, как говорится, и жди. Все, живи и жди. Через 4 года сколько? Жда чего? Большого счастья. Азербайджанского гражданства, паспорта, справки о разрешении... Нет, не будет, не будет, тогда будем говорить по-другому. В смысле сейчас это обсуждать? Не будет, ты не примешь гражданство, ты не будешь жить в Азербайджане, в Ханкианды, тогда ты уедешь в Армению. Нет, будем, значит, по-другому с тобой вопрос решать. Проблем нет. Амран, я жил в Арсахе. Все, смотри. Да, да, ты жил. Я жил в Арсахе? Ты в Шушу раньше ездил? Нет. Ездил раньше в Шушу? Что? Ты в Шушу раньше ездил? Правильно? Раньше когда, не понял. Ну, вот не дав, год назад ты в Шушу ездил, в Пизули ездил, в Гадрут ездил, правильно? Так? Да. Сейчас ты можешь ездить в Ханкианды и можешь в Ходжалы ездить. Да, пару районов и в Ханкианды ты ездишь, правильно? Через несколько лет этого тоже не будет. Все, понимаешь? Мы закрыли кран, а дальше вообще перекроем воздух. Просто я тебя предупредил. Либо примет, либо примет, либо наше гражданство, либо, как говорится, всего хорошего, Ереван ждет. Нет, будем. Ну, а что ты так уверен, что это будет так? Вот можешь сказать? Я уверен. Ты Ванга или кто? Я не Ванга, я не Ванга, не Вангян, я просто Кямран. Я просто тебе говорю, что это будет. Ну, смотри, Кямран, ты уверен, да? А ты продолжай готовиться, там, закапывай, там, в мешки что-то, клади под дерево и мечтай, там, бросить гранату. Я ничего не закапывал, смотри. Я ничего не закапывал и не буду закапывать. Для меня не проблема, что я хочу. Конечно, конечно. Для тебя не проблема. Вот, окей, окей. Для нас тоже не проблема. Ну, я не говорил, что тебе это проблема или что. Мы проблемы по-другому решаем. Все, расслабься. Живи. Мы тоже по-другому решаем. Я так и так расслабленный живу с тебя. Мы вчера видели, как вы решаете проблему, мы это видели. Подошел, бросил гранату, там, сколько народу могло бы погибнуть. Окей, все, да, разберемся. Разбирались и разберемся дальше. Всего хорошего. Афидерзейн, как говорится, каждый пускай остается при своем. Договорились? Меня радует то, что мы не стали друг друга оскорблять. Честно. Это реально. Вот за это всем спасибо. И тебе, и мне, и нам двоих. Камран, смотри. Камран, тебе 40 с чем-то, мне 30 с чем-то. Даже если я буду вот сейчас вот матюкаться или там что-нибудь, у меня плюс будет в чем-нибудь? Нет, у тебя только один минус. Теперь в Лачинском коридоре тебя будут в три раза больше проверять. Проверять. В этом большой минус. Вот эта граната... Да, минуса не будет. Ну, конечно. Нет, смотри. Мне наплевать, что у меня будет по дороге. Пусть хоть всю машину будут проверять. Хорошо. Для меня это не проблема. Хорошо, конечно. Нет, и вот смотри, я тебе сказал, ты чем-то хочешь там сделать, чтобы я или боялся, или что. Я ничего не боюсь. А зачем тебе бояться? Я что, страх навожу? Я нормально... Нет, смотри, ты сейчас своим этим вопросом говоришь, ты вот в Лачинском коридоре, в Лачинском коридоре будут твою машину каждый день проверять. Извини меня, человек, который в прямом эфире Камрана Размавара говорит, что я завтра, если понадобится, брошу гранату у вас. Извини меня, а чего ты ждал? Я никогда в жизни такое вам скажу. Если ты это сказал, ты должен за это отвечать. Все. Потому что это ненормально. Я тебе сказал, если понадобится. Я знаю. Я много чего. Я понял. Сейчас мне ничего не надо. Смотри, Камран. Сейчас мне ничего не надо. Сейчас я в машине ничего не сдержу. И не буду держать. Мы проверим, да, на всякий случай. Хорошо, если ты не проверишь? Все, проверяй, брат. Я не боюсь ничего. Ты так говоришь, что как будто ты твоими этим вопросами меня там запугал. Все, все, все. Нет, нет, нет. Спасибо, спасибо. Отлично, отлично. Всего хорошего, как говорится. Хорошего вечера. Как говорится, каждый остался при своем. Благодарю. С нами был Арам Кахраманян и Камран Размаман. Нет, не Кахраманян, для тебя Кахраманян. У вас через К пишет Каграман, да у нас тут Гахраман. Нет, на русском. Нет, я тебе сейчас фамилию говорю на русском. Каграманян. А на армянском как звучит? Каграманян. Гахраманян. А, Гахраманян, правильно? Нет, нет, ты Г говоришь. На армянском как звучит? Гахраман, Гахраман. Гахраман, Гахраман, Гахраман.